В эфире программа День города. Здравствуйте! Со взором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин, и мои коллеги-корреспонденты телекомпании «Город». Главная тема дня – рязанские товары в Казахстане. Наш шоу-рум в Алматы. Фонтаны в спячку. Городские каскады к зимнему сезону превратятся в элементы украшения. Всемирный день сердца. Расскажем, как отметили праздник в рязанском кардиодиспансере. Финансовая грамотность. В библиотеке Горького прошел одноименный фестиваль. Начнем с важной новости. Сегодня ночью в Рязани без холодной воды останутся 69 улиц. Об этом сообщает официальный сайт мэрии. Воду отключат в связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводной сети. Режим засухи продлится с 12 ночи до 6 утра. Так что запасайтесь водой впрок. С полным списком улиц можно ознакомиться на сайте городской администрации и в группах в социальных сетях. Губернатор Рязанской области Николай Любимов сегодня в Казахстане. На выставочной площадке B2B в Алматы, организованной российским центром экспорта при поддержке корпораций развития нашей области, была представлена продукция рязанских предпринимателей. Более 400 товаров от 45 компаний региона. Шоурум в Алматы это своеобразная выставка достижений рязанской промышленности. Первый такой проект в России и в масштабном сотрудничестве российского экспортного центра и правительства Рязанской области. Видим, как организационно грамотно сформировано участие всех продавцов и покупателей за тот период, пока будет шоурум функционировать. Это и B2B встреча, это и возможность через онлайн способы подключиться непосредственно к производственной площадке и задать еще, если надо, необходимые вопросы представителям, производителям непосредственно. Это действительно очень грамотный подход, который, мне кажется, должен быть оценен потенциальными казахстанскими покупателями и ассортимент, который здесь представлен, на наш взгляд, очень имеет хорошие перспективы быть востребованным в Казахстане. На торговой площадке в Алматы сегодня представлено более 400 товаров от 45 компаний региона. Предусмотрены возможности для проведения переговоров в очном и онлайн режиме для рязанских и алматинских предпринимателей. Бизнес-миссия это там 60 встреч, шоурум это 1500 встреч за два месяца и 1000 переговоров, допустим, а потом конкретные договоренности и конкретные уже договоры, юридические документы. То есть вот такого живого общения здесь на месте, на месте, где располагаются и живут наши партнеры, ну такого не хватало и это действительно эффективно. По словам Николая Любимова, этот шоурум на 45 предприятий в некотором смысле пробный шар, первое усилие по налаживанию тесных контактов. В Рязанской области 25 тысяч предприятий, за первыми подтянутся и остальные. Казахстан в этом смысле сегодня один из ключевых партнеров. Товарооборот с Рязанской областью порядка 35 миллионов долларов, но это только начало. На 28 процентов, вот только за первое полугодие текущего года он вырос. И товарооборот, и экспорт. В структуре, в принципе, товарооборота занимаем мы 97 процентов, как экспортно-ориентированный регион и 3 процента, 4 процента это импорт из Казахстана. На самом деле потенциал намного больше, поэтому мы готовы сотрудничать, поэтому мы здесь. Эффективность совместной работы с российским экспертным центром это в том числе планы развития. Впереди открытие шоурума в Ташкенте буквально через месяц. И не исключено, что рязанская продукция скоро будет представлена и на африканском континенте. Максим Васильев, телекомпания «Город». Рязанские фонтаны начали готовить к зиме. Работы обещают завершить к концу октября. Сейчас проходят мероприятия по их укрытию от снега, после чего они превратятся в ночные элементы украшения нашего города. Рязанские фонтаны готовят к зиме. Еще немного и каскадные украшения нашего города, что называется, законсервируют до весны. На зимний период объекты будут скрывать под специально предназначенными коробами для защиты от холода, которые в скором времени превратятся в элементы ночного освещения. Сотрудники дирекции благоустройства города Рязани производят консервацию фонтанов. В данный момент это на Лыбинском бульваре. Перед консервацией мы его тщательно моем, снимаем форсунки, снимаем светодиодные фонари. Далее дальнейшие работы будут продолжены на площади Ленина, на Театральной и на Московском шоссе. Всего на балансе дирекция благоустройства города находится 8 фонтанов. На площадях Театральной, Победы и Соборной. По два фонтана у цирка и на площади Ленина. Фонтан на Московском шоссе. К работам привлечены сотрудники участка комплексного обслуживания объектов благоустройства. Кстати, светомузыкальный фонтан на Московском шоссе уже отключен. В качестве причины ухудшения погодных условий. Ведь минусовая температура может сломать водное украшение. Обычные работы по подготовке фонтанов к зиме завершают к концу октября. Специалисты уверены, что оборудование прослужило долгие годы и в сезон работы фонтанов функционировало без перебоев. Без консервации не обойтись. Герман Гущин, Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сегодня Всемирный день сердца. Праздник был основан в 1999 году по инициативе Всемирной Федерации сердца. Акцию поддержали и другие организации, в частности ВОЗ и ЮНЕСКО. В честь праздника в областном клиническом кардиологическом диспансере состоялась торжественная выписка больных. Светлана Павлова попала в кардиологический диспансер впервые. Всю жизнь проработала в полиции, стрессов и разных физических нагрузок было много. Но подкосила ее летняя жара, считает женщина. Распухли ноги, появилась отдышка. Две недели лечения и почти как новенькая. Я чувствую сейчас себя нормально. Отеки все у меня ушли. Потом отдышки нет. Понимаете, ну прям совсем другое. Сегодня Светлану вместе с семью другими пациентами выписывают в торжественной обстановке. В честь Дня сердца, ежегодного праздника, всем подарили памятки, дневники артериального давления и шарики в виде сердца. Подарок символичный, но служит важным напоминанием и своеобразной инструкцией. Лечение продолжать, больше двигаться и бывать на свежем воздухе. Многие считают, что раз я выписал с тонара, значит я чувствую себя хорошо и можно что-то потихонечку убирать. Период после выписки это самый ранимый период. Именно этот период очень важен для того, чтобы как можно дольше продолжать лечение и, соответственно, предотвратить возможные ухудшения, рецидивы и осложнения. До 2018 года общее число смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний сократилось с 55% до 46%. Статистику изменил ковид, говорят врачи. Вирус дает осложнения на сердце. А это в первую очередь тромбозы сосудов. Из-за ковида пациенты сильно помолодели, говорят специалисты. Увеличилось и количество этих самых пациентов. Диспансеризация, конечно, проводится и для пациентов с перенесенным ковидом, она 100%. Ну и хотелось бы все-таки, чтобы и на диспансеризацию, особенно у пациентов с перенесенным ковидом, чтобы люди как-то шли более активно. Потому что, ну, как-то понимание не до конца есть, что проблемы очень тяжелые. Ведь отдаленные последствия могут быть и через 6 месяцев, и через год. Причем тяжелые. С июня здесь полным ходом идет диспансеризация. Люди есть, но далеко не все. Те, кто переболел современным вирусом. И лучше все-таки прийти к врачам и получить точные сведения о своей сердечно-сосудистой системе. Тем более, когда есть такой важный день напоминания, как Всемирный день сердца. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Как повысить свою финансовую грамотность? Об этом студентам железнодорожного колледжа рассказали на фестивале, проходившей библиотеки имени Горького. На сцене развернулся настоящий спектакль, финал которого оказался в руках зрителей. Можно заработать большие деньги. Да ладно? Да, смотри, заходишь на ссылку, проект называется «Вести все в будущее». То есть ты вкладываешь деньги, а тебе сумма проходит в два раза больше. Не верю. Слишком большой процент. Посмотри, у людей ведь работают. Финал этого спектакля, по задумке постановщиков, зависело от самих зрителей. Героиня решила инвестировать в интернет-проект. И публика, оценився за и против, высказалась максимально откровенно. На вопрос, вкладывать ли деньги, большинство студентов в итоге ответили положительно. У нас проходит фестиваль финансовой грамотности. Он двухдневный. Начался он вчера с межрегионального квиза. У нас участвовало шесть городов, шесть разных регионов. Все это было посвящено истории денег, истории финансов. Сегодня у нас в гостях социальный театр для Железнодорожного колледжа. Уровень знаний в области финансов у граждан пока не очень. Такое время, говорят эксперты. Время потребления, которое заставляет нас тратить деньги на все подряд, не задумываясь о завтрашнем дне. Как утверждают специалисты, для того, чтобы ваш финансовый успех был стабилен, нужно не просто изредка делать правильные покупки, а приобрести и настоящее финансовое мышление. Финансовую грамотность можно измерить. Есть некие опросы, финансовые зачеты, которые проводятся. И вот по результатам финансового зачета прошлого года Рязанская область оказалась лидером среди регионов Российской Федерации. 76% рязанцев из 19 тысяч, ответивших на вопросы зачета, сдали его успешно. Фестиваль длился два дня. Участникам предлагали все возможные тематические викторины, квесты и лекции для повышения финансовой грамотности, которая у нас в Рязани, как мы видим, и так на самом высоком уровне. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Захочешь оплатить услуги ЖКХ или штрафы, а деньги уйдут мошенникам. Причиной этому сайт. Его создали злоумышленники, и они в точности копируют оригинал сайта. Теперь мошенники копируют и сайт Федеральной службы судебных приставов. На электронной почте всего одно новое письмо от службы судебных приставов. В тексте сказано, что человек задолжал солидную сумму денег и нужно ее вернуть как можно скорее. А ниже прикреплена ссылка сервиса, через который, собственно, этот долг и нужно оплачивать. Но в ведомстве предупреждают это мошенники. Хотя бы потому, что по почте приставы уведомления не присылают. Информация о наличии долгов у физических и юридических лиц размещается исключительно на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов фссп.gov.ru и ее территориальных органов в разделе «Банк данных исполнительных производств», в мобильном приложении ФССП России, а также на портале государственных услуг. Управление не использует рассылку по электронной почте как способ информирования граждан. Попытка погасить свой долг через так называемый фишинговый сайт может закончиться потерей большой суммы денег. Это еще в лучшем случае. В худшем можно стать полноценной добычей аферистов, которые завладеют вашими персональными данными. Сотрудники органов принудительного исполнения обращают особое внимание и на безопасный порядок перевода денежных средств в счет оплаты задолженности по исполнительным производствам и рекомендуют гражданам погашать долги посредством использования сети интернет способами и методами, указанными на официальном сайте ведомства, а именно через портал государственных услуг и в кредитных учреждениях с помощью распечатанных с официального сайта управления квитанцией. Судебные приставы рекомендуют при работе с электронными сервисами соблюдать простейшие правила. Периодически менять пароль, установить многофакторную аутентификацию и пользоваться антивирусами. Рекомендации простые, однако благодаря им вашим деньгам ничего грозить не будет. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страницах в соцсетях. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин